В день независимости в Белоруссии было неспокойно. Около 300 граждан республики были арестованы за то, что выразили молчаливое несогласие с политикой своего президента Александра Лукашенко. Они стояли без лозунгов, без петиций, без шума. Но этого оказалось достаточно, чтобы попасть под массовое задержание. Среди белорусов царит сумятица. Участники молчаливой революции в подавляющем большинстве – молодежь. Последнее потрясение на привокзальной площади в Минске официальное телевидение Белоруссии не заметило. То, что произошло сейчас, на самом деле, это дисбалансы, которые копились примерно с 2006 года. Примерно оттуда модель экономического роста поменялась на рост, который стимулировался увеличением внутреннего спроса и ростом внутренних инвестиций. Но поскольку этот волшебный механизм роста кредитования в рамках госпрограмм поддержки экономики требовал все больше и больше денег, а внутренних источников было все меньше и меньше, так или иначе, рано или поздно, он должен был начать финансироваться за счет внешнего сектора. То есть, либо роста внешнего долга, либо уменьшения зооплательных резервов, либо и того, и другого вместе. В принципе, это примерно с 2006 года и происходило. И в конечном счете, конечно же, десятый год это было вообще какое-то экономическое самоубийство, потому что 50-процентный рост зарплат в бюджетном секторе, никакая экономика не выдержит. Граждане не доверяют президенту Лукашенко. Многие из них считают, что нынешняя власть держится на кулаках. То, что происходит сейчас, показывает, что власти дошли до определенного уровня маразма и запрещают аплодисменты даже на праздник, даже когда на сцене выступает сам президент. Людям говорят не аплодировать, потому что аплодисменты сейчас ассоциируются с протестом. Большинство арестованных уже осудили за участие в несанкционированных акциях на несколько суток ареста. Суды начались в понедельник, через несколько часов после задержания.